Всем привет, меня зовут Олеся, добро пожаловать на мой канал. У меня недавно была операция, и я наконец-то, впервые восстановившись, предстаю перед своими зрителями с новым фоном, с новой косметикой. Я сегодня буду показывать возможности палитры от Huda Beauty. Да, палетки эти у меня, их две, приехали целый месяц тому назад, и я понимаю, что, конечно, я не успела оказаться среди первых блогеров, которые расскажут свое мнение об этой палетке. Но все же я рискую вам сегодня показать вот этот сегодняшний макияж раз и другой мейк, который я делала на днях. У меня на самом деле было выполнено три макияжа, но один я забыла заснять на камеру. В общем, вот такая палетка, приехала она ко мне скаут бьюти с битым вот этим оттенком. Мне было ужасно жаль, мы начали, в общем, с ними бодаться, они хотели дать мне то 10%, то 15%, в общем, процентов скидку за вот такую вот разбитую палитру. Поэтому в конечном итоге мне пришлось штрафовать их через PayPal на всю сумму стоимости этой палетки, потому что я считаю, что это неправильно. Палетка болталась на дне этой коробки, и у нее было миллион шансов разбиться, и то, что разбился только один оттенок, на самом деле удивительно. У меня здесь будет фигурировать моя новая тушь, по-моему, это новинка этого года от Белита, она называется, это тушь Red Queen, то есть Красная Королева. И эта тушь должна создавать эффект накладных ресниц. Вот сегодня будем выяснять, создает она эффект накладных ресниц или не создает. Ну а самое главное, ради чего сегодня мы здесь собрались, это новинка от бренда Stellar. И ребята прислали мне вот такой вот пиар, и это всегда так красиво. Вы знаете, я когда получаю их пиар, испытываю очень двойственные чувства. С одной стороны, думаю, ну блин, это же избыточно, все эти большие громоздкие коробочки, все эти красивульки, в общем, у них всегда нечто особенное. А с другой стороны, вот я настолько много получаю кайфа, глядя на все это, что мне кажется, это оправданно, поскольку это дарит настроение раз, а во-вторых, это сделано настолько добротно и качественно, что можно использовать для дальнейшего хранения чего-либо, вот эти все коробочки. Вот эту коробку, ну ни за что я никому не отдам, потому что в ней можно что-нибудь хранить, я ее оставлю. А внутри вот эти блески. Блесков всего 20, мне, по-моему, досталось 10 оттенков, и у этих 20 блесков 2 финиша. Среди них есть глянцевые, и среди них есть блестящие оттенки. И даже несмотря на то, что у меня рот пока кривится, я все-таки рискнула нанести каждый из оттенков на свои губы, чтобы вам показать, как это смотрится на таких среднестатистических, немножко кривоватых сейчас губах. Все это буду наносить и буду делиться своими впечатлениями. Но прежде чем переходить к макияжу, у меня к вам огромная просьба. В первом закрепленном комментарии, а также в инфобоксе, я продублирую информацию, будет ссылка на сайт компании Интершарм, где прямо сейчас проходит голосование, и я номинирована благодаря вашей поддержке, значит, сразу в двух категориях. Вы не представляете, что я испытала, когда я узнала это, потому что, во-первых, я никогда туда не попадала, я слишком микроскопически невидимый блогер, а второе, это как раз пришлось на момент, когда я восстанавливалась в очередной раз после третьей, последней операции, и когда я такая вся сентиментальная, очень ранимая, и меня настолько это восхитило, настолько меня это порадовало, особенно когда я узнала, какие это категории, одна из которых особенно ложится мне на душу, потому что это контакт с аудиторией, и я искренне верю, что мало какой блогер может похвастаться вот таким контактом, потому что я все вот эти последние три года чувствовала от вас такую колоссальную поддержку, просто феноменальную, потрясающую. Я, можно сказать, преодолела вообще все эти этапы трансформации меня, и внешне, и внутренне, только благодаря тому, что такое большое количество людей родилось за меня, поддерживало меня, и у меня такое тепло разливается внутри, когда я думаю о том, сколько я получила от вас. И я, в свою очередь, тоже старалась отдавать, я старалась делиться с вами позитивом и оставаться честной, когда мне было грустно, тоже, в общем, старалась это не скрывать, и я старалась быть всегда с вами откровенной, и вот именно вот эта категория контакт с аудиторией для меня, наверное, особенно цена. Вот, я сама стараюсь отвечать всегда первые три часа после того, как выходит ролик, абсолютно на каждый комментарий, по возможности дальше тоже. А вторая категория, она более профессиональная, и я тоже немножко верю в то, что я достойна там оказаться. Это категория обзоры. Я тоже, как мне кажется, стараюсь быть максимально объективной в своих обзорах, и даже если мне средство не подходит, я стараюсь назвать какие-то характеристики, почему оно может подойти другому, например, человеку. Короче, я понимаю, что нужно делать определенные эти вот движения, чтобы проголосовать, потому что там нужно иметь фейсбук-аккаунт, там перебросят на фейсбук для того, чтобы проголосовать. И в каждой категории можно голосовать единожды за одного человека. Но я очень надеюсь на вашу поддержку, а также, конечно же, призываю вас голосовать за других людей, за любимых блогеров, которых вы поддерживаете. Если вдруг я там окажусь в этом числе, я буду очень-очень вам благодарна. Все, дальше я перехожу уже непосредственно к теням. Мне очень нравится упаковка. Ну, наверное, об этом я уже сказала. И поскольку я выполняла уже макияж вот такой вот гаммой, значит, оранжево-терракотово-коричневой, то я сегодня, конечно, хочу сделать макияж глаз зеленым или зелено-синим, даже так. Поэтому складку века предлагаю закладывать вот этим вот зеленым оттенком. Так, возьму кисточку, набираю я его. Он такой красивый, зеленковый такой немножко, наверное, кисточку окрасит. И я, значит, наношу это дело в складку века. Да, реально выглядит как зеленка. Пигментация, знаете, достаточно средняя, но что мне нравится, тени совершенно не рыхлые, не опадают под глаза. На самом деле, к такой формуле матовых теней я привычна, потому что похожие матовые тени у меня в любимой палетке Nude Light. И, конечно, растушевывать, я так полагаю, здесь предлагают вот этим вот желтеньким. И я, значит, беру вот этот желтенький и наношу я его в аккурат этой же самой кистью на стык. Но, опять же, вот я сейчас их подсмешала, и, знаете, получается такой лаймовый оттенок, и он вроде бы ничего такой. Так, а на нижнее веко? На нижнее веко мне только что пришло в голову, знаете, нанести, наверное, вот эти тени. Я так вообще разучилась снимать макияжи, я так разучилась вести себя перед камерой, вообще, на самом деле, так непривычно. Казалось бы, совсем немного времени прошло, а все, что я делаю, набираю вот этот вот темный, очень густой такой, и, надо сказать, весьма выразительный темный коричневый. Он мне понравился, потому что, вы знаете, его реально можно использовать, например, для стрелочки. А если чуть-чуть буквально намочить кисточку, то, значит, стрелочка получается такой, прям графичной. Можно даже просто кистью очень такой туго набитой нанести этот оттенок очень плотно. Ну, вот как-то так я это сделала. Мне кажется, у меня стало получаться в предыдущих роликах, знаете, не сильно опускать голову. Ну, по-моему, я что-то как-то настроила неудачно в этот раз. Голову я опускаю, и вам, наверное, нифига не видно. Вот. Ну, смотрите, на самом деле этот оранжевый все равно уходит, конечно, в кирпич. И теперь я предлагаю украшать этот макияж. Ну, и, конечно, очень просится вот этот вот синий оттенок. Он очень красивый, он синий-фиолетовый. Не уверена, что эта дуахромность будет видна на глазах, на пальце, и очень хорошо видно. Ой, какой красивый оттенок. В нем блестки, он такой сверкающий, блестящий. Вот эти вот шиммеры от Huda Beauty мне очень нравятся по своему качеству, потому что они реально очень-очень такие сверкающие. У них всегда, помимо вот этого блестящего металлического полотна, есть вот эти вот яркие блестки. Пальцем он наносится, конечно, лучше всего, безусловно. Я пыталась его кисточкой нанести. Я это делала, когда свочи выполняла, взяла кисть, но у меня ничего хорошего не вышло. И потом этот оттенок, видите, у меня спрессован пальцем. Не знаю, сказалось ли это на его характеристиках или нет. Он такой, знаете, не шибко мягкий, то есть он не сыпется, его прям приходится набирать пальцем, елозить. Ну, смотрите, какая красота. На самом деле, при таких ярких глазах мне всегда хочется нанести что-нибудь в слизистую, потому что так глаза смотрятся более выразительно. Или темные, когда я выполняю, я тоже слизистую прокрашиваю. Что хочется? Хочется, наверное, взять еще вот этот немножко зеленый оттенок, нанести, может быть, его на нижнее веко, и, может быть, вот этот вот желтовато-зеленый тоже использовать, например, для начала глаза. Так, для начала глаза. Возьму тогда его для начала, раз мы решили его использовать. И ношу я его сюда. Да, очень даже, по-моему, ничего. Слушайте, вот этот вот красивый, конечно, оттенок, желто-зеленый, но он совершенно не уникальный. Он у меня в разных палетках представлен. Он хорошо смешивается с этим синим. На стыке получается такой более глубокий зеленый оттенок. То есть они все миксуются вот просто прекрасно. Другой стороной этой своей маленькой любимой кисточки я набираю зеленый оттенок и наношу сюда. Он недостаточно плотный, потому что это такой полупрозрачный топпер. Получается, что я не воспользовалась только вот этим топпером в серединке. Боже, какой он плотный, он такой прессованный, он такой тугой. И он, в отличие от этого синий-фиолетового, скорее цвета морской волны. То есть он зеленый и синий одновременно. Я попробую его нанести, наверное, на середину глаза. На самом деле синий сам по себе такой блестящий, что я не уверена, что это хоть какой-то эффект возымеет. Вы знаете, я вот сейчас головой вожу, и я вижу, что когда у меня в тень ходит вот этот глаз, там виден вот этот самый темный фиолетовый подтон. Так, а теперь я сюда нанесу его еще поплотнее. Вот этот оттенок топперный в серединке. Он не плотный, сам по себе, мне кажется, он не сработает. А в качестве топера очень даже. Ох, какой же он красивый! А еще мне пришла в голову шальная мысль еще его набрать. И знаете, продолжить макияж нижнего века им же, потому что он должен неплохо смешиваться с зеленым. И вот этот блик оставить мне хочется на нижнем веке. Получается, посерединке что ли. Ой, в такие моменты, конечно, я очень огорчаюсь, что я не могу рисовать на своих поломанных веках стрелы. Мне кажется, они сюда бы очень красиво бы пошли. Мне кажется, идеально было бы. Ну и осталось дело за малым. Наверное, я нанесу карандаш в слизистую какой-либо, может быть, зелененький. Затем нанесу какой-нибудь такой цвета кожи, оттенок под бровь, смешивая с этим желтым, для того, чтобы помягче все смотрелось. И вернусь красить глаза тушью. Я к вам вернулась красить ресницы, а заодно вам покажу, как я немножко похулиганила за кадром. Взяла, значит, я карандаш от Кика Милана, вот такой вот зеленый, который лежал тут неподалеку. И сделала за невозможностью делать стрелки во внешних уголках глаз, маленькие стрелки в начале глаза. На самом деле, мне не очень идут такие мейки, потому что глаза становятся еще ближе к друг другу, а у меня в целом много места вот здесь их. Мне надо растаскивать эти глаза, а наоборот не скучивать их, да. Но все равно мне очень хотелось, чтобы этот макияж чуточку-чуточку отличался каким-то там изюмом, короче, какой-то своей особенностью. Мне кажется, получилось вполне себе норм. А дальше, конечно, ресницы. Кстати, еще и на верхнюю слизистую я нанесла карандаш, только на этот раз уже черный, и закрасила ее целиком, а также внесла карандаш в ресничный край. Итак, у меня вот такая вот новая тушь, ну, относительно новая, Red Queen. Я ей украсилась, наверное, пару-тройку раз. Что мне не понравилось, она была изначально очень жидкой, и, по-моему, она остается жидковатой, но все-таки я вижу в ней потенциал. Здесь щеточка такая большая, такой толстый бочоночек, но она достаточно удобная, несмотря на то, что выглядит довольно громоздкой, но она крупненькая, да. Но она не длинная, а такая скорее просто толстенькая. Бочонком эта щеточка, но она отлично захватывает реснички, их прочесывает. Мне почему-то кажется, что она должна даже подойти людям, у кого ресницы такие упрямые, и их много, жесткие, смотрят вперед. Да, я вижу, что она уже потихонечку раскрашивается. Вообще, конечно, это не самая удачная идея туши сразу же оценивать после первого, второго и даже третьего затеста. Так, я максимально стараюсь не опускать свою голову, чтобы не выглядеть странно в кадре, и потом его не резать. Хочу, чтобы вы посмотрели, как это все происходит. На самом деле, немножко ресницы схватились из-за карандаша в ресничном крае, и они такие упрямые сейчас заразы, не хотят хорошо расчесываться. Но эта щеточка справляется. Вот такой макияж глаз у меня получился. И вы знаете, сейчас мне он нравится. Изначально, когда я красилась, я все сетывала на зеленку, на то, что очень выглядит это странно, ярко. Но сейчас, по-моему, такой красивый, жизнерадостный мейк, который отсылает нас опять в лето. И такой макияж позволяет немножко там задержаться. В общем, теперь я предлагаю красить губы. И я собираюсь для начала нанести на губы блеск от Huda Beauty. Он такой молочный, он такой светлый, такой необычный для меня. Я обычно такими не крашусь, потому что пигмент собственных моих губ, он очень темный. Слушайте, очень красивый внутри. Я не знаю, насколько, значит, полноразмерная версия похожа на вот эту маленькую. Но здесь такая красивая стеклянная палочка. У меня был блеск от бренда Nabla, я его подарила кому-то. И там была такая же палочка, только в ней внутри еще и были блестки. Очень красиво выглядит. То есть вот эти вот прозрачные палочки очень даже. Слушайте, на руке он смотрелся молочным. Но на губах, а на губах... Ой, некрасиво как. А на губах он прозрачный. Хотя, может быть, немножечко светлый. Ой, самое время красить сейчас на мои губы что-либо. У меня губы кривые. Ну вот так это выглядит. Вкус... Вкус, знаете, минерального масла. Вот. Блеск не слишком явный. Вкус не слишком приятный. Короче, не могу сказать, что я буду фанатом этого блеска. Я сейчас уберу его, значит, с губ и буду наносить вот эти вот самые красивые блески от бренда Stellar. Я надеюсь, что они поплотнее будут. Ну что, поехали. Я беру первый попавшийся блеск. И он такой немножечко трубный. Оттенок этот 20-й. Сама упаковка очень прикольная. Мне нравится, потому что она такая стильная, лаконичная. А душка здесь знакомая тем людям, которые пользовались помадами от бренда Stellar. Это такой химический виноград. Правда, мне кажется, что не так сильно пахнет в этот раз этот блеск. Хотя, может, мне кажется. На вкус. На вкус немножко сладенько, как мне показалось. Оттенок вполне себе такой яркий, явный. Его видно. Не очень это согласуется с моими теплыми, яркими зелено-синими глазами. Следующий оттенок 19. Судя по всему, я иду в обратном порядке. Значит, в этот раз оттенок называется Nude Heat. Оказывается, у каждого из оттенков есть еще и название. Так, буду переклеивать наклейки. И наношу этот блеск. Ну что, действительно, это такой очень повседневный нюдовый блеск. Он тоже очень холодный. Мне кажется, он под цвет моих губ. Они не липкие. Я думаю, что большинству людей они понравятся. Они такие, знаете, как будто бы на водной основе, скользящие, очень легкие. Я предпочитаю более такие липкие, более насыщенные, более, наверное, даже густые блески. Следующий оттенок 18. Он называется Sweet November. В этих трех оттенках блесточек не было, как, по-моему, и в следующем оттенке. Вот я вижу, что во всех остальных уже есть блесточки. Оттенок Dirty Rose. Очень красивый, нюдовый, действительно такая пыльная, грязная роза. Мне кажется, будет одним из самых насибельных. Следующий оттенок проходит под номером 13. И он называется Love Affair. Что, по-моему, переводится как интрижка. Поправьте меня, если я не права. В общем, в нем блесточки, равным, как во всех последующих оттенках. За исключением самого первого, дальнего от меня, он прозрачный. Оттенок номер 10. И он называется Rose Gold. На самом деле, в нем практически нет никакого цвета. Здесь, опять же, те же самые блестки. Я вижу свой собственный оттенок губ. Не в восторге я от этого оттенка, потому что в предыдущем все равно был намек на какой-то такой персиковый подтон. Оттенок 08. Называется Грязные танцы. И он мне нравится несколько больше предыдущего, потому что хотя бы виден цвет. И это такой натуральный, чуть-чуть гранжевый, грязный оттенок. Тоже очень осенний, очень холодный. Вообще, все оттенки, надо сказать, очень носибельные, очень повседневные. Среди них нет никаких, знаете, вырвиглазных, ярких, неносибельных. Оттенок 06, называемый Daydream. На самом деле, мне кажется, что его тоже не очень-то видно. Скорее всего, в процессе монтажа я увижу, что все равно, конечно, меняется под тон моих губ. Под более холодного, к теплому, блеск меняется. Но кардинально, конечно, ситуация не меняется. Оттенок 03 на моих губах называется Влюбись. Fall in Love. Я на губы нанесла блеск от Fenty Beauty, который выглядит уже очень-очень несимпатично, потому что у него подралась упаковка. В оттенке Gloss Bomb. Как-то так. Мне кажется, он подходит сюда значительно больше. Другое дело, что, скорее всего, нужно было обработать тональником вокруг рта, потому что, стирая все время салфеткой остатки блеска, я, конечно, тональник тоже захватила. Предлагаю подводить итоги. Я начну с палетки теней, которую я оценила на 4 балла. У меня есть к ней претензии, но в целом палетка мне понравилась. И я ее оставлю себе. По крайней мере, на данном этапе я продавать ее не планирую. И все же есть у меня к ней вопросы. Ну, во-первых, разница между двумя вот этими матовыми оттенками не слишком очевидна на глазах. Это, наверное, прозвучит сейчас странно, потому что оттенки вроде как разные. Вот этот оттенок явно такой оранжевый, а это терракотовый. Но если затемнять, например, заложенную складку века вот этим оттенком, вот этим темно-коричневым, то вся конструкция, она становится терракотовой. И по факту не слишком велика разница, закладывает и складку вот этим оттенком, либо вот этим оттенком. А этот, как водится, такой бескомпромиссный кирпичный. И я уже даже как-то смирилась с наличием всегда одного из таких оттенков в палетках худой. Но, слава богу, все остальные оттенки на самом деле здесь оправдывают наличие вот этого яркого терракотово-рыжего оттенка. Итак, что мне здесь понравилось? Понравился вот этот, на удивление, зеленковый оттенок, который я сегодня вносила в складку. Он прикольно сочетался, оказывается, с вот этим вот желтым оттенком по текстуре. Это немножко суховатые матовые тени, которые требуют наслоения, потому что у них пигментация средняя. И это круто, потому что эти тени на самом деле я не хотела бы иметь слишком яркой пигментации. Тогда было бы сложно с ними совладать, тяжело растушевывать, а так они отлично друг с другом смешиваются. Это, как вы поняли, я уже к плюсам перешла. В общем, все смешалось с коней-люди. Мне, кстати, очень понравилось, раз уж пошла такая пьянка говорить про плюс, вот этот темно-коричневый. Он такой оказался насыщенный, глубокий и вполне податливый, что я его очень хвалю. Им и стрелку можно заложить, и макияж затемнить. В общем, вообще классный. И на нижних веках он у меня сегодня хорошо тянулся. Ну, в общем, молодцом. Вот этот желтый мне показался не самой удачной идеей в этой палетке, когда я пыталась им растушевать вот этот вот оранжевый оттенок. И, как я сказала, это выглядело как синяк. Но, как сегодня выяснилось, он совершенно прекрасно смешивается с вот этим зеленым. И, скорее всего, их нужно использовать именно в паре. Тогда получается очень неплохо. Ну, посмотрите, разве же не красивый переход? По-моему, очень даже. Синий, зеленый, желтый. К оттенку в середине, несмотря на его действительно очень красивый блеск, и оттенок сам по себе крутой. Есть у меня претензии, поскольку он очень плотно прессован. Я бы, конечно, хотела, чтобы он был немножко помягче. А так прям приходится елозить, елозить, набирая его. И я помню, что такая же была петрушка в одной из проданных мною палеток. Она называлась Хаки. В мною любимой палетке Ньюд Лайт все тени шиммерные и мягкие. С ними вообще никаких проблем нет. Про вот этот оттенок, знаете, ничего не могу толком сказать, потому что, поскольку он рассыпался, а я его прессовала потом пальцем, вполне вероятно, он несколько изменил свои характеристики. Могу предположить, что мне не понравилось в нем, это то, что он осыпался под глаза. Я забыла вам об этом сказать. Я брала консилер, убирала осыпание под глазами. То есть матовые вообще не сыпались. Они суховатые, но покладистые, смешиваются хорошо. А вот синие блестки были под глазами везде, вот эти крошки. А вот этот переход из синего-фиолетовый очень даже красивый. И вот эти многочисленные блесточки очень, конечно, украшают любой макияж. Это очень круто. Вот этот очень красивый, травянисто-зеленый, но у меня есть небольшая претензия к его стойкости. Он вроде бы носится до конца дня. Да, все нормально, он носится, но при этом, знаете, как будто бы расходится немножечко по векам. То есть он как будто бы чуть-чуть как бы проваливается в морщинки. Вот этот оттенок, желто-зеленый, носился не в пример лучше. В общем, палетка неплохая, не без недостатков. Что касается блесков для губ, то, как я уже сказала, я уверена, что большинство людей, в отличие от меня, смогут блески оценить. Точно 100% не липкие, потому что я в этом знаю толк. В общем, приятные повседневные блески. Что же касается туши, то я и прочь великое будущее, потому что у нее удобнейшая подконтрольная щеточка, которой можно выкладывать ресницы, как вам удобно. При этом ей очень удобно орудовать на нижнем веке, она классно справляется с маленькими ресничками. Очень удобная, даже несмотря на то, что довольно крупноватая здесь щетка. И еще она позволяет себя наслаивать, и каждый новый последующий слой не склеивает ресницы и не делает их мохнатыми. Я это свойство очень-очень ценю. Сейчас уже, в принципе, выглядят ресницы выразительными, хотя, конечно, не мешало бы наклеить, наверное, сюда искусственные ресницы. Но даже так хорошо. А уж когда она раскрасится, я полагаю, будут ресницы очень-очень яркими. Вполне вероятно, я бы даже ее повторила, если прогноз мой сбудется. Огромное спасибо, что провели это время со мной. Для меня это очень-очень ценно, тем более после долгого перерыва, пока я не снимала вот так вот лицо на камеру. И это было немножко волнительно, но я справилась с этим, не без вашей поддержки, безусловно. И пускай я немножко, наверное, припозднилась с этим обзором, потому что эти палетки вот прямо сейчас распродаются на культе с 20% скидкой. Но я надеюсь, что как минимум вы приятно провели время в моей компании. А может быть, кому-то интересны были блески, а возможно и тушь. Если у вас что-то из этого есть, пожалуйста, делитесь своим мнением относительно всего. А если нет, то расскажите, планируете ли вы к покупке что-либо из того, что я сегодня показала. Я вам желаю крепчайшего здоровья. Если вы болеете, то, пожалуйста, прекращайте это делать. Выздоравливайте поскорее и без всяческих последствий для здоровья. Пускай у вас все будет хорошо. Мы увидимся с вами, наверное, не позднее, чем через неделю. Я чувствую себя значительно лучше. Осталось только справиться с мимикой. И, конечно, конечно, я надеюсь, что вы подпишетесь на мой канал, если вы впервые здесь. И я очень прошу вас поставить палец вверх, палец вниз. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok